И школьники попасть в поезд победы можно бесплатно, записавшись на сайте. Организаторы говорят, что жители Кабардино-Балкарии... Кабардино-Балкарии. Очень понравилась экскурсия по вагонам. Все вагоны оставили след в душе, так скажем. Для меня самый тяжелый это был, наверное, вагон Смерть, вот как раз где пленные ехали. И очень реалистичные фигуры, и мне очень понравилось. А самое радостное, конечно, это вагон Победы. Эти радостные улыбки, кто-то задумчивый здесь, очень классно. Меня зовут Наталья, я директор общественной организации «Птицы счастья». И вот Ольга, скажем так же, я тоже в этой же организации «Птицы счастья». Что вам больше понравилось? Очень волнительная экскурсия, потому что мы практически попали на машине времени во времена наших дедушек, бабушек, которые нам часто рассказывали про войну, про концлагерь. И вот это прожили. Плюс мы были в Болгарии, там разыгрывают войну. И мы были на представлении, тоже прожили подобное, а теперь в своей стране. Прочувствовали, где-то проплакали, побыли в их ролях. И есть вагоны вообще страшные, просто закрытыми глазами проходили. А есть вагоны, вот вагон Победы. Радостные. Да, вот здесь с цветами, радостные, это было здорово. Оля нашла без козырку, как у ее папы, а я нашла мужчину похожего на моего родственника. И это очень было волнительно, и мы поняли, что мы правильно сделали, что сюда пришли и это прожили. Хорошо. Спасибо большое. Это, конечно, потрясающе. Ну, я говорю, я прослежусь. А какой... Ну, где вот это вот, больных перевозили в вагонах, вот это все. Вот впечатляюще. Ну, не могу, ребята, не могу больше. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. И не бросайте это дело. Не бросайте. А вам понравилось мероприятие? Каждый год хожу. Ну, то, что сейчас я увидел, это супер. Это супер. Вот. И для тех, кто сделал это, и для вас, работников поезда, это, конечно, потрясающе. Ну, я говорю, я прослежусь. А какой вагон вам очень понравился? Да, практически все вагоны, конечно. Ну, где вот это вот, больных перевозили в вагонах, вот это все. Вот. Это впечатляюще. Ну, не могу, ребята. Не могу больше. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. И не бросайте это дело. Не бросайте. Спасибо. С нашим классом. И сейчас у каждого из нас очень огромное количество впечатлений. Столько всего мы увидели. Это стало и пугающим, и прелещим, и интересным, и захватывающим. Особенно вагон с концлагерем, это было... Я даже побоялась идти дальше этих коек с людьми, с муляжами людей, потому что это было очень страшно, это было жутко, но это все было, и каждый из нас, кто сюда пришел, об этом всем помнит, ни за что не забудет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это те, кто в штыки, отнимался как один, Тот, кто брал Берлин. К другим темам. Уникальный музей на колесах. Сегодня на железнодорожной станции Нальчик начал принимать посетителей поезд Победы. Это первая в мире инсталляция с эффектом погружения, которую разместили в движущемся составе. События Великой Отечественной здесь представлены максимально реалистично. С экспозицией ознакомилась и наш специальный корреспондент Нуржан Кубадиева. На столе черная икра, огурцы и чай, которые в поезде всегда совершенно особенны. Пассажиры здесь едут большой шумной компанией. Они веселятся, шутят, поют. А впереди их ждет война. Самая кровопролитная в истории человечества. Поезд Победы. Это девять тематических вагонов. В каждом переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания. У каждого вагона здесь своя уникальная история. К примеру, этот рассказывает о том, как жили люди в мирное время. В мирное время, которое было до начала 1941 года. Музей на колесах отправился с белорусского вокзала в октябре 2020 года. За это время исторический состав объехал большую часть страны. В Кабардино-Балкарии поезд впервые. Наш поезд посвящен временам Великой Отечественной войны. Именно всему тому, что было связано с железными дорогами. Поезд иммерсивный. Идея иммерсивного поезда – это погружение наших гостей в те далекие истории. Заходя в поезд, обстановится частью сюжетной линии. Часть сюжетной линии – это еще и свыше 4000 артефактов времен Великой Отечественной. Оружие, одежда, предметы быта, интерьера. Этот поезд – своего рода машина времени, где все движется, шумит. И, кажется, солдаты вот-вот сойдут с перрона. Каждый вагон оснащен еще и интерактивными устройствами. К примеру, здесь можно узнать больше о различных боях. Нажимаем операцию «Багратион» и видим ее на большом экране. Поезд Победы встречали торжественно. Песнями и танцами первыми военную экспозицию смогли увидеть волонтеры, кадеты и школьники. Попасть в поезд Победы можно бесплатно, записавшись на сайте. Организаторы говорят, что жители Кабардино-Балкарии зарезервировали места задолго до прибытия состава. Экспонаты как живые, очень впечатляющие. Тут очень много вещей военного времени, интересно. Очень красиво. Мне понравилось. Все очень красиво сделано. Прям чувствую себя как в то время. Этот проект Министерства культуры Российской Федерации, я искренне благодарен им за то, что решили нужным, чтобы поезд Победы заехал в Нальчик. Нальчик – город воинской славы. И со своей историей, с военной историей. Здесь формировались части. Здесь готовили для фронта теплые вещи, бурки, готовили лошадей. Поезд Победы приехал на железнодорожную станцию Нальчик из Владикавказа. Он пробудет в Кабардино-Балкарии три дня, а затем отправится в минеральные воды. Нуржан Кубадиева, Аслан Канаметов, Вести, Кабардино-Балкария. Он настолько здоровый, настолько понравился, что даже слова нету выразить, вот эту радость, которую вы нам доставили. Вот мы сейчас вышли, как будто мы на ходу из поезда выпадали, меня аж качнуло естественным путем. Настолько все натурально. Живые лица, живые картины, за окнами все движется. Вот как будто в самом деле едешь в поезде. Ну и, конечно, настолько все впечатляюще, настолько так грандиозно все поставлено, натурально действительно, как оно было на самом деле, что за душу берет и не знаешь, что делать. То ли фотографировать, то ли вглядываться, то ли вчитываться. В общем, вот просто вот все как наплыло, столько, столько впечатлений, столько за один раз, что, да, вот просто восторг, одним словом. Нам очень понравилось, было очень реалистично познавать. Да, было очень познавательно. Интересно было посмотреть, что было в те времена. Очень красиво описали, показали, что там вообще происходило в то время. Есть желание берутся еще раз, посмотреть. И освучка, освучка, сопровождение освучка, вот так очень было, ну, приятно слушать, смотреть. И было очень интересно. Спасибо. Булатова Айла, 6-й А класс, ученица 8-й школы. Этот поезд очень понравился. Здесь мы узнали достаточно много информации, о которой мы еще и не узнали. Спасибо большое за проведенную экскурсию. Было очень приятно и очень познавательно. Все мы очень благодарны. Волонтеры победы! Я Кашка! Волонтеры победы! Волонтеры победы! Волонтеры победы! Волонтеры победы! Волонтеры победы! Волонтеры победы! Продолжение следует...